книга открытым оком 7 том вопрос 1866 взаимоотношения почему те кого признали святыми в открытую так хвалили друг друга им это не было опасно отвечает игнатий тихонович лапкин нужно добавить что хвалят монахи монахов это почти всегда они в этом сословии видят верх и предел всякого совершенства не так давно почти на каждой крыше стене было броская и краткая надпись слава кпсс писала же сама кпсс притчи 2714 кто громко хвалит друга своего с раннего утра того сочтут за злословящего самое это звание монахи превознесли превыше всего что говорит библия о состоянии уверовавшего человека принятого в число спасенных вступление в монашество уже есть обольщение что он не таков как прочие хотя под видом смирения столько удалений беготни по горам но как только представится случай его вызволят на кафедру то никто его уже и узнать не сможет точно так же как и у нас простой монах где-нибудь на клиросе пел вот его провели предликом патриарха и президента между двух огней как на приеме у чингисхана и он уже теперь патриарший хлебопек и виночерпий его невозможно его невозможно узнать уже через год он оперился зацвел и принес в одну ночь плоды как жезл поставивший его власти и он уже никогда как и ни один из двухсот епископов и слова не скажет вышестоящим мирским или духовным властям вопреки проглотили язык и у них безмолвие в отношении властей превышает молчальничество всех молчунов пещерных так и тогда было они такие же близкие нам по грехам ефрем сирин память 28 января тогда ефрем пожелал видеть святого василия взяв с собой переводчика ибо он не умел говорить по-гречески святой ефрем пошел в кисарию каппадокийскую он нашел святого василия в церкви получающим людей и начал славить его громким голосом говоря воистину велик василий воистину он есть столб огненный воистину дух святой говорит его устами тогда некоторые из народа стали говорить кто этот странник так восхваляющий архиепископа не льстить ли он ему чтобы получить что-либо из рук его после отпуска церковного когда преподобный ефрем вступил в дружескую беседу со святым василием последний спросил его почему ты так прославлял меня преподобный ефрем ответил потому что я видел белого голубя сидевшего на правом плече твоем и говорившего тебе на ухо то что ты внушал людям кроме того огненный язык вещал твоими устами на это святой василий сказал ему поистине я вижу ныне то что слышал о тебе житель пустыни и любитель безмолвия так пишется и у пророка давида псалом 59 9 ефрем крепость главы моей иуда скипетр мой поистине к тебе относятся эти пророческие слова ибо ты многих наставил на путь добродетели и укрепил в ней крутость же твоя и незлобие сердца сияют для всех как свет